Историки, по-видимому, опишут 20 век как один из самых мрачных веков. Две мировых войны, Гитлер и Сталин, атомная бомба. Наверное, будут описаны проблемы и состояние науки. Потому что именно в 20 веке мы получили теорию относительности со всеми её странностями, назовём их так. И получили квантовую механику. Со странностями не меньшими, но, может быть, с более глубокой подоплёкой. Так вот, если в случае с теорией относительности мы имеем пример, когда успешный аферист, просто опираясь на какие-то политические силы, на финансовые силы, просто свою религию распространим по всей Земле, и мы сейчас ещё не можем от неё отойти просто в силу вот этой кандовости этой религии, то похожая ситуация с термодинамикой привела нас к тому, что мы называем сейчас квантовой механикой. И всякие такие мистические аналогии, которые мы имеем в случае с теорией относительности, они, может быть, ещё в большей степени характерны для квантовой механики. И все эти утверждения, что электрон в один и тот же момент, так сказать, может быть, сразу в трёх местах, и с женой, и с любовницей, и в библиотеке, они ещё более парадоксальны, чем идея о том, что можем сжимать время или порождать магнитное поле, бегая вокруг статического заряда. Вся вот эта сумятица в умах, завёрнутая в толстые математические одеяла, она, пожалуй, столь же характерна для так называемой официальной науки 20-го века, как и упомянутые мною политические события. Повторюсь, однако, то, что касается релятивизма, сейчас много критики, каждый уважающий себя физик начинает указывать на те благоглупости, которые в теории относительности имеют место на опровергающие всякие примеры. А вот такого, чтобы я слышал это про квантовую механику, этого я, по крайней мере, не видел, и если кто-то из участвующих в нашей сегодняшней встрече скажет мне, я буду весьма благодарен ему. Итак, начнём всё же с термодинамики. Если вы внимательно посмотрите на учебник по термодинамике, кстати говоря, ещё Ричард Фейман отмечал, что термодинамика считается очень сложной наукой. Чтобы, скажем, определить вам энтропию, вас заставляет какими-то странными микрошагами двигаться по температуре, ещё что-то делать. И в душе любого студента при этом возникает вопрос, а зачем мы это делаем, и зачем эта идея равновесия, почему энтропия, так сказать, не может увеличиваться, не только увеличиваться, но и уменьшаться в каких-то случаях статического какого-то процесса. Значит, все эти вопросы на самом деле при ближайшем рассмотрении оказываются связанными и с квантово-механическими идеями о том, что мы не можем понять, через какое отверстие прошёл электрон из двух, с идеей, что там где-то на огромных расстояниях события с одним электроном как-то влияют на сразу мгновенно на события с другим, всё это приводит к необходимости вернуться назад и как-то пересмотреть все этапы развития ну, сначала термодинамики и статистической механики, а потом и квантовой механики в рамках некой новой парадигмы. Именно такую парадигму я попытаюсь сегодня с вами обсудить. Вы её можете, конечно, найти и в моей книге «Электричество, гравитация, теплота, другой взгляд». Ну, а кто эту книгу не купил или не хочет купить, значит, ну, может быть, в ближайшее время мы это ну, как-то на сайте поместим. Так она выложена и на Конгрессе. А, ну, вот она мне уже подсказывает, что она выложена на сайте Конгресса. Так что я сегодня буду скорее говорить об основных этапах этой работы по переосмыслению основ термодинамики, чем передавать вам какие-то формулы. К сожалению, без формул тоже не обойтись. Я понимаю, как занудно их читать и слышать по эфиру, но придётся всё же как-то начать. Так, значит, первое, с чем я бы хотел побороться вначале, это со стахастическим описанием, описанием событий в микромире. Как с этим можно побороться? Принложим другой способ описания. И прежде всего, это описание процесса диффузии, ну, или движения, движения баоновской частицы. Для этого нам придётся всё же немножечко поговорить о математике. Не знаю, если у кого-то возникнут вопросы или, наоборот, кто-то скажет, что всё и так понятно, я постараюсь перескочить через эти математические дебри и не следовать, ну, не лучшей традиции современной физики всякую тривиальную штуку заворачивать в какие-то вот такие математические немыслимые формулы. Вы посмотрели на формулы, которые мы играли. Хочу обратить ваше внимание, пожалуй, на формулу 1-2. Смотрите, мы строим из старой системы координат х большое новую систему из у. И каждой из этих у есть произведение двух х. Иначе говоря, мы вместо точек вводим некие такие двойные точки. И, если угодно, вместо осей координат одних мы вводим вместо осей вводим поверхности. Или, лучше сказать, координатные плоскости. Так, что у нас следующее? Я переключу. Да, вот здесь перед вами описывается как выглядит радиус-вектор 1-3 в этой новой системе координат, где вместо осей координатные плоскости. Вместо у я здесь явно выписал их выражение через х. В 1-4 это модуль. Радиус-вектор от точки у2 до точки у1 описывается формулой R2-1, которые находятся ниже формулы 1-4. Как мне сдвинуться дальше? Вот мы подходим к сути дела. Итак, мы ввели некое новое пространство. Естественно, определить скорость в этом пространстве в виде 1-5. Давайте, не торопясь, посмотрим, как это выглядит. Значит, эта скорость мы обозначили ЕУ. Посмотрите, она состоит из производных от координат и произведений координат на эти производные. Особенно обратите внимание на самую последнюю строку в формуле 1-5. Ну, давайте для порядка посмотрим на первую часть, на первую проекцию этого вектора. Х3 умножить на V2, где V2, плюс Х2 умножить на V3. V2 и V3 – это проекции скорости в пространстве Х. А Х3 и Х2 – это соответствующие точки в пространстве Х. Те из вас, кто привыкли смотреть на векторные произведения, может быть, сразу мне скажут, что это немножко напоминает ротор. Да, напоминает, но в скобочках вместо минуса, который описывал бы нам вращение, стоит плюс. И обращаю ваше внимание на то, что эта новая скорость У имеет размерность метр квадрат в секунду. Мы назвали это такую скорость поверхностной. Ну, наверное, мы сейчас не успеем, да и не планируем описывать вам это же самое в терминах тензоров. В терминах тензоров это становится особенно понятно, что это скорость какого-то движения, но не по траектории, как, скажем, скорость В в пространстве Х, а по некоторой поверхности. Ну, как это понимать? Понимать это надо так, что точка сдвигается сразу в направлении двух осей координат исходного пространства Х. Ну, и когда мы описали бы это же самое в виде тензоров, то стало бы ясно, что это поверхностное движение и в терминах тензоров это так обычно и описывается. следующее, пожалуйста. Вот это, да? Снизу, да? Да, я обращаю ваше внимание, что такую же размерность, метр в квадрат в секунду, имеет так называемая секторная скорость в базисе ИЖК. Да, ну, скажем, планета движется вокруг Солнца. Мы можем сказать, что она движется по, ну, скажем, в предельном случае по окружности, если угодно, по эллипсу. Но можно сказать, и тогда ее скорость, касательная скорость, это обычная нормальная касательная скорость размерности метров в секунду. Но мы можем сказать, что она движется по, скажем так, краю круга или эллипсоида. И тогда мы можем говорить о площади, которая заметается радиусом вектором, который, конец которого задерживается, зачерчивает тот эллипс или окружности, о которой я говорил, а сам вектор зачерчивает эту плоскость. Такая скорость называется секторной в базисе ИЖК. Пожалуйста, следующее. Итак, перескочив через некоторые математические кустарники, я перехожу к приложениям и к интерпретации того, повторюсь, довольно громоздкого аппарата, который я перескочил и который при желании можно найти на сайте клуба. я предполагаю, что температура Т это и есть термодинамическая скорость частиц. То есть, я предполагаю, что температура имеет размерность метр квадрат в секунду. Давайте еще немножко остановимся на этом. но те, кто хотя бы просматривал мою, так сказать, электродинамику, те помнят, что я там подчеркиваю, и это очень помогало мне в моих исследованиях, что размерность электрического поля имеет размерность скорости метр в секунду. Ну, мы можем, конечно, говорить и о скорости какой-то частицы, как о скорости метр в секунду. Я хотел бы вот в этом предположении отделить две, вообще говоря, трудноразделимые вещи. Но их, наверное, следует сейчас просто пояснить вот в каком отношении. я считаю, что как заряд, двигаясь, порождает электрическое поле, и скорость заряда метр в секунду порождает электрическое поле тоже в метр в секунду, так и термодинамическая скорость частицы, она, как мы поняли с вами, поверхностная скорость, она, если угодно, диффузная скорость диффундирующей частиц. Так вот, такая диффундирующая частица, а вскоре мы увидим, что это не совсем частица, а просто постоянная планка H, которую мы обзовем термодинамическим зарядом, так вот, движение частицы, или лучше сказать, термодинамического заряда, порождает температуру, которая тоже имеет размерность метр квадрат в секунду. Я, может быть, слишком топчусь на этом месте, но для меня размерность физических величин исключительно важна, потому что сам я в своих исследованиях очень ориентируюсь на размерность, и она мне часто подсказывает правильные ходы, она дает аналогию. Так вот, введение механических размерностей для физических понятий мне представляется очень важным, и еще раз обращаю ваше внимание на предположение 1. Формула 2.1 есть прямое следствие предположения 1, ну, или лучше сказать, сама формула 2.1 это известная формула для энергии КТ. Из этой формулы следует, что К имеет размерность килограмм в секунду. А опять-таки, отсылая любознательного читателя своей электродинамики, я напомню, что электрический заряд тоже имеет размерность килограмм в секунду. Ну, я, пожалуй, здесь остановлюсь, его величина найдена, вы ее видите в формуле 2.2. А я напомню, что по предложенной мною модели электрон есть тор. И вращение, кольцевое вращение тора, ну, скажем так, вращение большего радиуса, задающего тор, определяет заряд, вот это Е, есть произведение массы электронов, на угловую скорость некоторую. А вращение, ну, малого радиуса задающего, задает нам вот эту постоянную планку, повторю, скоро мы ее назовем термодинамическим зарядом. ну, из того, что я сказал, может быть, несколько отвлекаюсь в сторону, ясно, что соблазнительно предположить, что К и Е формулы 2.1 и 2.2 это одно и то же. Вот это соблазнительное предположение я назвал предположением 2. Оно записано в размерностях формулы 2.3. Слева стоит механическая размерность заряда, справа традиционная ныне размерность постоянной Больцмана, в которой наряду с килограммами, метрами и секундами фигурирует градус. Ну, и следовательно, из 2.3 мы сразу можем в механических терминах сказать, что такое градус. Это записано в формуле 2.4 и градус таким образом есть некоторая поверхностная скорость движения. Предположение 3. Значит, мы обычно говорим о поле применительно к электричеству и к гравитации. Ну, в гидродинамике говорят о поле скоростей, еще о чем-то. Ну, признаюсь, что я сам плохо понимаю, что такое поле. И те, кто мне пытались это пояснить, только для меня, по крайней мере, запутывали дел. Но на том уровне интуиции, на котором пишутся сейчас книги по поле, которые мне попадались в жизни, я думаю, что, естественно, сделать вот это предположение 3, которое вы видите. Термодинамическое поле существует, а его зарядом является элементарный термодинамический импульс по величине совпадающий с постоянной планкой H. Механическая энергия, как известно, связана с теплотой соотношением 2,5, где омега это теплота, а А постоянный коэффициент. Он известен нам из эксперимента, и этот факт я записал в формуле 2,6. Вот так выглядит А в терминах килограмма метр секунды и калория у нас появилось. Новое понятие калории. И предположение 4 связывает вот этот экспериментальный коэффициент, переводящий тепловую энергию в механическую и обратно в виде равенства 2,7. и из этого уже соотношения мы можем определить величину одной калории. Значит, эта величина записывается в виде формулы 2,8. Здесь мне придется немножко отвлечься и напомнить вам о том, ну, как вообще развивалась развивалась термодинамика. Вначале речь шла о двух понятиях. Первое понятие это было температура, второе понятие было теплота. выяснилось, что эти понятия связаны между собой. Значит, на некоторых отрезках температуры калория, теплота в некотором смысле пропорциональна температуре, а вот, скажем, по достижении некоторой температуры, ну, для воды это 100 градусов, мы получаем приращение теплоты, а вот температура остается постоянной. То есть меняется на самом деле коэффициент вот в этом соотношении. Ну, вскоре этот коэффициент назвали калорией, виноват энтропией, и завертелась трудная проблема с законом сохранения энергии. Как же так, что здесь сохраняется, что не сохраняется, то представление о теплоте, как о некой субстанции, которая там как-то перетекает из одного в другое, оно оказалось несоответствующим некоторым экспериментам, ну, прежде всего в том отношении, что не происходило сохранения вот этой энергии. И тогда от нее отказались, но ничем толковым заменить не смогли. Отказались, кстати говоря, что на основе старых таких теплородных представлений очень многое работало, работало известное уравнение частных производных, которое называется уравнение теплопроводности. И, кстати, уже в некоторых учебниках я встретил пожелание, что, чего же мы называем теплопроводностью, когда это на самом деле температура проводности. так нет, это действительно теплопроводность. А температура проводности это вот нечто другое, связанное с энтропией. Вот к этому вот такое немножко отклонение от нашей прямой темы. Давайте вернемся к нашему разговору. Ну, здесь я просто говорю о том, что насколько там скорость угловая. Кстати, обратите внимание, что размерность теплоты радиан в секунду. Так что естественно оказывается, что если H это заряд теплового поля, то 2,10 задает нам энергию теплового поля. Итак, знаменитая формула А равняется H омега, которая ныне очень активно эксплуатируется и в квантовой механике, и в термодинамике, и смысл которого я нигде не видел в поясненном, имеет с моей точки зрения просто смысл энергии колебаний теплового заряда H. так вот я отвлекался на то, чтобы как-то дескриптивно описать связь между теплотой амега, температурой ТП, ну, индекс П я еще поясню, а S это энтропия. Значит, омега измеряется в радиан секундах, термодинамический заряд мы знаем, он килограмма метр в квадрат в секунду, а температура, как мы предположили, измеряется в метр в квадрат в секунду. следовательно, энтропия S должна иметь размерность радиан на метр в квадрат. ну, не знаю, показалось ли вам что-то похожее, что 3.1 похоже на что-то известное, известное вам ранее, но мне кажется, что оно похоже на описание скорости, на описание световой волны. К сожалению, в этом докладе я перескочил этот момент в связь с электрической волной. Давайте вернемся назад и вспомним, как у нас описывается световая волна. Там тоже слева обычно стоит частота омега, справа стоит скорость света, вот там, где у нас ТП. А на месте С стоит так называемое волновое число. Ну, волновое число, кто, так сказать, давно не работал с этими вещами, это несколько огрубляя с точностью там до двух П, можно сказать, что эта величина обратная длине волны. то, что мы видим в формуле 3.1, это очень похоже, как я. Надеюсь, вы согласитесь со мной. И просто вместо тепловой скорости тепловой энергии, выраженной в метр квадрат в секунду ТП, там стоит обычная скорость света, в среде заметим. А вместо волнового числа, радиан разделить на метр, стоит энтропия, радиан разделить на метр в квадрате. Ну, двинемся дальше. В термодинамике вот такой исходной формулы, связывающей теплоту, энтропилю и температуру, нет. И поэтому все утверждения, они даются в терминах вот дифференциалов. Давайте возьмем дифференциал от температуры, от теплоты по С. Напомню, это волновое число термодинамического поля. Тогда групповая скорость термодинамической волны, если ТП не зависит, от С дается формулой 3.2, если же ТП зависит от С, то мы получаем формулу 3.3. Я напоминаю, что те же самые математические, а теперь мы видим и физические процедуры, имеют место и для световой волны. Ну, скажем, в эфире, в свободном эфире, д-омега по д-к будет просто равна скорости света. А вот в различных средах, скажем, в зависимости от среды, эта скорость, повторю, скорость света в среде уже не в свободном эфире, то, что называется ныне вакуумом официальной наукой. Так вот, не в свободном эфире, а в неких средах, эта скорость может быть как больше, так и меньше вот этой известной нам скорости 3 на 10 восьмой метр секунды. Здесь индекс С я обозначил, указал для того, чтобы отличить групповую скорость t, слева вы ее видите в формуле 3.2, и фазовую скорость tp, вы ее видите справа. Итак, в случае, если теплота омега не зависит от энтропили, то просто фазовая и групповая скорости совпадает. Если же tp зависит от s, то мы получаем формулу 3.3, и вы видите, что к tp добавляется некоторое дополнительное слагаемое. Оно может быть как больше, так и меньше нуля в общем случае. И мы тогда получаем скорость термодинамической волны, а в случае электрического поле скорости электрической волны больше или меньше, чем она имеет место в свободном эфире. Равенство 3.4 я как бы немножко искусственно привнес ну к исходному для нас равенству 3.1 давайте ну его 3.1 можно воспроизвести из 3.4 если убрать h множитель h я специально умножил на h чтобы перейти к привычным наиболее привычным для как мне кажется для вас размерности. Слева стоит родная теперь для нас h омега это энергия теплового поля. Справа стоит непривычное для нас произведение h умножить на t на температуру. Я тоже назову это выражение энергии. Но энергии но не тепловой в отличие от омега а температурной давайте так или термической термической энергии. Значит это очень непривычная энергия. Для начала она имеет размерность килограмм метр четвертый разделить на секунду в квадрате. и понятно почему появляется вот этот излишек в размерности метров. Он появляется потому что смысл выражения ht это есть что ли энергия движения термодинамического заряда с поверхностной скоростью t итак слева стоит энергия колебания термодинамического заряда справа стоит энергия поверхностного движения термодинамического заряда это выражение умножено на энтропию s напоминаю что она имеет разменность радиан на метр в квадрате так что слева и справа у нас стоят размерности нормальной энергии а вот проблема в том что s в отличие от h не постоянно а меняется по каким-то пока еще для нас ну далеко не совсем ясным законам ну здесь я еще раз повторяю свои выражения для энергии е кт энергии а а шанега и перехожу к разговору о формуле планка формула планка напоминаю выглядит в виде формулы 4 4 4 давайте сразу уже переведем это в наш термин итак про омега то что омега слева появилась означает что мы фиксируем это омега ну и соответственно справа она имеет тот вид который имеет а слева мы с вами уже получили экспоненту как функцию двух вещей h омега это энергия теплового поля тепловая энергия et или kt это энергия движения электрического заряда потому что 4 1 имеет естественно физическую интерпретацию как энергия движения поверхностного движения электрического заряда итак в терминах обычной энергии повторюсь размерность килограмма метр квадрат разделить на секунду в квадрате мы можем говорить о соотношении только h омега к et ну естественно наряду с волновым числом естественно ввести аналог длины волны в данном случае ее естественно назвать площадью термодинамической волны она задается соотношением 4 5 обратите внимания на соотношение 4 6 с 0 напомню это энтропия энтропия чего с 0 опять-таки мне придется к моей книжечке отослать заинтересованных людей это как выясняется энтропия отдельной частицы эфира как выяснилось эфир имеет свойства идеального газа собственно и вся термодинамика начиналась с идеального газа потом усилиями там разного уровня компетентности и удачности это все распространялось и на обычные газы и на твердые тела итак мы обнаружили что энтропия повторю не здесь и в нашем докладе обнаружены мы я обнаружил это ранее своих работах и последнее изложение артефактов можно найти у меня в книге итак S0 это энтропия частицы эфира кстати говоря всем людям заинтересованным в том чтобы описывать эфир как-то конкретно я рекомендую просмотреть прогестать книжечку мою там разбросаны свойства эфира там сказано о плотности его о сжимаемости его еще некоторые свойства я надеюсь написать отдельную статью на тему просто свойства эфира но если будут вас интересуют какие-то вопросы я прошу писать мне спрашивать я постараюсь ответить заодно мы вместе может быть и наберем что-то разумное для того чтобы уже ныне сказать о каких-то свойствах эфира ну чуть ниже r это просто пока пусть это будет просто корень из лямб 0 вскоре он у нас получит такую разумную физическую интерпретацию значит обращаю ваше внимание вот на что на что что сам заряд h можно представить в виде произведения лямб 0 это вот квадрат этого r не помню уж я ну забегу вперед если это r это радиус большей окружности тора электрон омега 0 это угловая скорость вращения электрона а n e это масса электрона таким образом постоянную h мы можем сконструировать из характеристик электрона и ну известных экспериментальных значений h экспериментально или наоборот из радиуса электрона угловой скорости и его массы поэтому h разделить на r на электрон омега r омега 0 l даст нам вот эту самую энтропию s 0 о которой я говорил раньше ну чуть ниже я описываю это омега 0 уже в терминах h лямбда и амега ну и известные вещи излагаю в новых терминах квадрат скорости света в свободном эфире 4 9 волновое число s0 это 4 10 и заменяю формулу планка на наше обозначение 4 11 кстати говоря я только совсем недавно узнал что планк искал где в его формуле должна быть энтропия я узнал об этом как бы задним числом после того как сам увидел энтропию формуле планка значит меня это как бы здорово ну что ли обнадежило или взбодрило я просто понял что мы пришли к некому совсем новому пониманию пониманию формулы планка она описывает нам колебания не электрического заряда что представляло огромные трудности для интерпретации у планка что заставило его говорить о какой-то дискретности которую вы с микроскопом не увидите в формуле 4.11 просто потому что в его формуле речь идет не об излучении электрического поля создаваемого колеблющимся электрическим зарядом а об излучении термодинамического поля создаваемого колеблющимся термодинамическим зарядом H и движущимися электрическими зарядами с поверхностной скоростью T таким образом это как бы комбинация двух полей, электрического и термодинамического, но поскольку всюду присутствуют факторы термодинамического, естественно говорить о том, что это излучение термодинамического поля. Да, так вот еще одна константа. Итак, D0, она получается вот делением там, омега 0 на S0. Переведя в градусы, мы получим вот то выражение, которое вы видите. Это около, значит, одного миллиарда градусов. Что это за температура? Я думаю, что ей надо дать интерпретацию аналогичной скорости света в электродинамике. Это скорость термодинамической волны в свободном эфире. Посмотрим, что я тут... Все уже, да? Ну, значит, я тот свой доклад, который излагал вам на этом, закончил. И скажу вдогонку несколько поясняющих слов. Но, значит, в районе начала 60-х годов, может, 59-й год, был проделан эксперимент очень интересный. Значит, спины, а мы знаем теперь, что это термодинамические заряды, направленные в одну сторону при небольших температурах, начинали менять направление, когда температура повышалась, а когда она переходила некоторую, так сказать, грань, которая в эксперименте не была найдена, то спины обращали в противоположную сторону. Соответственно, менялось утверждение. Если раньше мы не могли, целиком считалось так, давайте все-таки я сделаю это чуть-чуть аккуратнее и попытаюсь, так сказать, не напороть в этом важном пункте. Итак, ну, тогда считалось и ныне считается, что тепловая энергия не может быть переведена в механическую целиком. Поэтому мы обязательно что-то теряем. В этом состоит так называемое второе начало термодинам. Значит, шокирующим было для людей, изучивших этот эксперимент, то, что вот этот поворот спинов означал, что после этого знак менялся у второго начала. Если раньше мы не могли тепловую энергию, якобы, целиком перевести в механическую, то после этой температуры мы не можем механическую энергию целиком перевести в тепловую. Ну, если у нас сейчас останется, а оно вроде бы осталось, время для дискуссии, и те, кто посмотрит мою книгу, вы увидите, что на самом деле это не так и для других средств, скажем, для воды, там еще для чего-то, а вот для эфира это действительно так. И это дает нам некую, ну пока абстрактную возможность создания двигателя, который будет получать энергию прямо из эфира. Вот такая несколько фантастическая идея, пусть станет совершением моего доклада, единственное оправдание, которое я вижу, это то, что в нынешних описаниях поведения, скажем, электронного атома не меньше фантастики, а по-моему, больше фантастики, ненаучной, чем вот в этой моей, назовемой, научной фантастики. Спасибо за внимание. Так, спасибо, Ярослав Григорьевич, за интересный доклад, хотя я его уже слышал, поэтому не могу объективно судить. В дополнение я скажу, так как когда-то, пару лет назад, на аналогичных зарубежных американских докладах, я делал небольшую заметку под конец выступления Ярослава Григорьевича. Я, пожалуй, сейчас ее еще раз сделаю. Секундочку. Во! Далеко. Во! Нам тогда пришла идея посмотреть, взять траекторию Броуновской частицы, ну, сейчас на картинке ее вроде бы и должны видеть, и узнать, что же она из себя будет представлять, что с этим вообще можно делать, с этой картинкой. Найти ее было очень сложно. Писали в какие-то лаборатории, никто ничего не отвечал, не прессовал. Ну, в конце концов, порывка в интернете. Самое лучшее, что я мог найти, вы можете сейчас как раз и видеть на экране. Понятное дело, она очень грубая, и некоторые куски мне пришлось вырезать из того, что я просто не понимал, что там нарисовано. Это касается... Вот здесь вот участок небольшой пришлось вырезать. Вот так вот. Здесь еще частица двигается, так как там было все запутано. Ну, так вот. И решили посмотреть, что дадут формулы, которые Ярославом Григорьевичем были в самом начале введены. И что мы получили. Так как у нас это двумерная картина, получается, что у нас только координаты x1 и x2. И так, как их назвал, не помню, Ярослав Григорьевич, это поверхностные координаты вроде-то, да? У нас остается только y3. Так вот, мы взяли эту самую y3, это то есть x1 умножить на x2, и построили ее в зависимости от времени. И вот не знаю, может быть это догадки, может это подгонки, ну, получилась вот такая вот картина, рассчитанная. Брали координаты каждой точки, я их там нарисовал, перемножали эти координаты, перемножали эти координаты, и получали, вот так вот, перемножали, и получали значения, которые со временем вот так вот себя вели. Здесь через равные промежутки времени фиксировалось положение частицы, поэтому можно построить такой график в зависимости y3 от времени. Ну, мне это лично напоминает что-то колебательное, синусоидальное. Не знаю, что вам напоминает, а в конце концов, мы решили, подумали тогда, особо эту мысль не развивали, что это каким-либо образом можно и говорить о неопределенности так называемом положении электрона в пространстве. Эта картинка взята из книжки Стивена Хокинга, если не ошибаюсь, «Кратчайшая история времени». Она иллюстрирует то, что когда нам известно положение координата y3, то мы не можем однозначно сказать, чему равняется x1 и x2. Понятно, что x1 и x2 равняются какому-то числу. Если нам известно это число, мы не можем сказать, чему отдельно равняется x1 и x2, но наоборот можем сказать, чему будет равняться это число, если нам известно x1 и x2. Таким образом мы подумали, что это можно объяснить самую неопределенность, когда электрон одновременно везде находится. И может быть каким-то образом можно объяснить в конце концов распределение электрона, так как мы говорим, что формула для поверхностного движения она не только для бровновской частицы, это у меня там траектория пыльцы была, но подходит и для элементарных частиц, в первую очередь подходит для элементарных частиц, то каким-то образом, наверное, можно говорить, что картина распределения в конце концов получается именно благодаря тому, что частицы ведут себя вот таким образом поверхностно, что ли, если можно так сказать. Ну вот, это такой маленький, небольшой комментарий к докладу, к началу доклада, даже я так сказал. Ну давайте... Подождите, сейчас, сейчас давайте... Да, можете говорить. Можете говорить. Я... Да, вот я это как бы начал говорить, но потом упустил эту идею. Значит, вот эта странная идея о том, что электрон там в двух, трех, четырех местах. Значит, я обращаю ваше внимание, что каждой траектории в Х, ну, нашей обычной траекторной таком движении, соответствует единственная траектория в Х. Обратная, однако, неверна. Траектории... Единственной траектории в Х соответствует целое семейство траекторий в Х. Вот то, что вы видели на рисунке 1, это траектории в Х, которые мы видим. Но ей соответствует вот этой, вот этой запутанной траектории, соответствует вот эта единственная траектория в Х. Поэтому это как бы наше непонимание процессов в физическом мире. И именно поэтому оказывается верным вот этот принцип неопределенности. Тогда Ярослав Георгиевич еще... Ярослав Георгиевич, который в один цикл называется цикл Карно, а второй цикл, вот то, что я называю поведением цикла. Значит, о нем я думаю поговорить чуть, может быть, в следующий раз. Сейчас просто я хотел бы указать на то, что из моих соображений, которые я уже высказал вот так полуформально, следует, что могут быть среды, в которых коэффициент полезного действия, скажем, двигателя внутреннего сгорания, оказывается больше в единицах. И причина в том, в случае цикла Карно, что цикл Карно не учитывает среду. Он был рассчитан как раз для идеального газа, то бишь для свободного эфира. Тогда как аккуратный полевой анализ этого круговорота показывает, что эффект зависит от прирост, или наоборот, потери энергии зависит от среды. Поэтому, именно поэтому мы можем что-то отдавать среду, скажем так, три калории отдать, а потом из этой среды пять калорий получить. Или наоборот, пять отдать, а получить из нее только три. Но вот эти колебания, они легко решаются, и получена формула, которая дает этому количественную оценку. Ну, будет время и возможности, я об этом расскажу отдельно в отдельном докладе. Спасибо, скажем, Ярославу Григорьевичу за интересный доклад. Видео выступления я чуть попозже выставлю на сайте, на ютубе. Так что можете посмотреть книжку, которую Ярослав Григорьевич прорекламировал раз в то. Вы тоже можете посмотреть на сайте. Надо же использовать. Да. Ну, поэтому прощаюсь с вами. Заканчиваю вебинар. Всего доброго, коллеги.